Диета для похудения на пекинской капусте. Принципы, примерный рацион, отзывы и результаты. Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы актуальны. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту. Найти. Химический состав. И пищевая ценность пекинской капусты. Калорийность 100 грамм продукта составляет 32 килокалории. Пищевая ценность аналогичного количества пекинской капусты. 1,2 грамма белков, 0,2 грамма жиров, 2,2 грамма углеводов. В составе листового овоща содержатся питательные соединения, витамины, бета-каротин, группа В, ретинол, аскорбиновая кислота, хинин. Микроэлементы. Железо, цинк, селен, макроэлементы, фосфор, калий, кальций, магний, натрий, хлор, дубильные компоненты. Грубая клетчатка, флавоноиды, фитонциды, гормоноподобные соединения, такие как фитоэстрогены. Можно ли похудеть на пекинской капусте? На капустной диете избавляются от лишнего веса по следующим причинам – высокое содержание грубой растительной клетчатки. При попадании в желудок пищевые волокна улучшают переваривание продуктов, способствуют очищению организма от шлаковых масс и лишней жидкости. Клетчатка утоляет голод на 2-3 часа. В капустных листьях практически нет сахаров и крахмала, которые повышают плазменную концентрацию сахара в крови и откладываются в виде жирового запаса. Основная масса углеводных соединений представлена грубой и растворимой клетчаткой. Продукт низкокалорийный. Его можно употреблять в неограниченном количестве для утоления голода. Витаминно-минеральный комплекс в составе пекинской капусты поддерживает высокую скорость метаболизма, улучшает работу органов и систем. Сочетание клетчатки и тартроновой кислоты. Последнее препятствует превращению углеводов в жировую массу. Органическая кислота потребляется исключительно из сырых капустных листьев. Под действием термической обработки она легко разрушается. Грубая клетчатка создает барьер в кишечнике, препятствуя полному всасыванию жиров и углеводов в тонкой кишке. Растительная пища наиболее эффективна для переваривания во второй половине дня, когда скорость метаболических процессов падает. Благодаря биоактивным веществам в составе капуста разгоняет обмен веществ, в результате чего организм превращает жировые запасы в энергию даже вечером. Польза для похудения. Капустные листья полезны в период соблюдения низкокалорийной диеты благодаря следующим свойствам. Лизин способствует очищению. Крови от токсичных соединений, улучшает активность иммунокомпетентных клеток и разрушает инородные белковые вещества в плазме. Лактуцин нормализует давление и сон, улучшает внутриклеточный метаболизм, оказывает общеукрепляющие действия, витамины группы. В нормализует психоэмоциональное состояние, снижает риск срыва с диеты, избавляет от головных болей, аскорбиновая кислота укрепляет. Стенки сосудов, улучшает работу иммунитета, препятствуя заражению истощенного диетой организма инфекционными заболеваниями. Клетчатка. Улучшает процесс переваривания и усвоения пищи. Антиоксиданты укрепляют волосяную и ногтевую структуру, восстанавливают эластичность. Кожи, препятствуют шелушению, пекинская капуста снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов в сыворотке крови, которые ухудшают состояние стенок сосудов и способствуют развитию ожирения, предотвращает авитаминоз. Пример диеты на пекинской капусте. В качестве альтернативного варианта низкокалорийной диете на пекинской капусте проводят разгрузочные дни. В этом овоще нет такого большого количества грубой клетчатки, как в белокочанной капусте, поэтому его можно употреблять в течение дня без риска развития запоров. Правила диеты для получения максимальной пользы от низкокалорийной диеты придерживаются следующих правил – для насыщения организма витаминами, минералами и тартроновой кислотой пекинскую капусту употребляют в сыром виде. Вводят дробный рацион, принимают пищу 5-6 раз в сутки небольшими порциями по 300-350 грамм. В течение дня выпивают до полутора литров жидкости. Полностью исключают газированные, спиртные и сладкие напитки. Разрешается употреблять овощные, фруктовые, ягодные свежевыжатые соки, кофе, чай без молока и сахара, воду, соль, сахар и другие пищевые добавки исключают в процессе приготовления блюд. Допускается замена соли небольшим количеством соевого соуса – до 15-20 мл в сутки не более двух раз в неделю. После каждого приема пищи должен чувствоваться легкий голод. Переедание замедляет метаболизм, из-за чего организм прекращает расщеплять жировые запасы для получения энергии, снижается физическая активность. Для поддержания тонуса скелетной мускулатуры два раза в день занимаются спортом. В тренировку включают только легкие и умеренные упражнения. Силовые и кардионагрузки запрещены. Помимо соблюдения правил диеты необходимо сбалансировать суточный рацион. Продукты делят на запрещенные и допустимые. Разрешенная пища – огурцы, сельдерей, шпинат, зеленая фасоль, помидоры, болгарский перец, кабачки, редис, свекла. Злаковые культуры, за исключением белого риса, цельнозерновый хлеб, различные виды капусты, помимо пекинской, яблоки. Груши, цитрусовые, гранаты и другие фрукты, ягоды, любая зелень, морепродукты, постное мясо, нежирное филе рыбы. Рыбий жир, поливитаминные комплексы, твердые сорта сыра, яйца в отварном виде, кисломолочные и молочные продукты. С низким процентом жирности – масло оливы, льна, кунжутных семян. Запрещенные продукты при похудении – масло подсолнуха, сливочное, белый хлеб, мучные и кондитерские изделия, жирные. Соусы – белый рис, крахмалистые овощи, бананы, хурма, виноград, растворимый кофе, субпродукты, колбаса, сосиски. Жирный сыр – сметана, молоко, сливки, крем. Рацион при соблюдении низкокалорийной диеты – рацион составляют по следующим принципам, на завтрак употребляют сложные. Углеводы, бутерброды с сжаным хлебом, злаковые каши, мед, фрукты, орехи и ягоды, молочные продукты – в обиденный перерыв организм. Должен получать белок из яиц, нежирного мяса, грибов и рыбного филе, а также грубую клетчатку из овощей. На ужин едят блюда с пекинской капустой. Примерное меню на неделю представлено в таблице. День завтрака, обед, ужин, одна овсянка, на молоке без сахара, зеленый чай с одного часа. Лист цветочного меда, куриные отбивные с соевым соусом, нежирной сметаной и горчицей, из них готовят маринад для мяса. Филе выпекают в духовке, жарить запрещено. Салат из пекинской капусты с лимонным соком и маслом оливы, два гречневая каша на воде с фруктами или овощами, паровые котлеты. Из говяжьего фарша на подушке, из овощей листья капусты, нарезанные, смешанные с зеленым горошком, заправленные оливковым маслом. Три фруктовый салат из кисло-сладких яблок, апельсинов, груш с добавлением меда и обезжиренной творожной массы отваренная. На пару рыба, на гарнир, брокколи салат из пекинской капусты с добавлением сыра твердых сортов, четыре гречневая каша на воде без пищевых добавок, сваренное в крутую яйцо, зеленый чай с цветочным медом, запеченная с травами, куриная грудка, салат. Из капусты с дайконом и тертой морковью, пять овсянка на молоке с одной эстэ. Лист молотых грецких орехов, один час эл. Медо-овощной суп на мясном бульоне или легкий куриный суп с лапшой салат из пекинской и белокочанной капусты с натуральным. Ягуртом, соком лимона, шесть бутерброд из цельнозернового хлеба и сыра, яблоко кисло-сладких сортов, приготовленное на пару. Рыба, тушеные овощи с цитрусовым соком, капустный салат с вареным яйцом, семь кукурузная каша на молоке с вареными желтками. 0,5 авокадо и зеленый чай, вареная телятина с гарниром из стручковой фасоли, капустный салат с сельдереем, отзывы и результаты. Отзывы тех, кто опробовал диету на китайской капусте, однозначно говорят о том, что выдержать ее нелегко, но ожидаемый результат придет. Елена Кипрова, 32 года, рацион диеты на пекинской капусте голодный. Постоянно хочется есть, ощущается недоедание. Но я почувствовала легкость в теле, улучшилось самочувствие. Усталости не было, все время находилась в позитивном настроении. За 10 дней плюс 5 дней выхода с диеты удалось сбросить 4,5 килограмма. Результатом очень довольна. Марина, 29 лет, чтобы сбросить 5 килограмм к отпуску, решила сесть на диету. В качестве главного продукта выбрала пекинскую капусту. Ее ела в свежем виде или добавляла в овощные салаты при ощущении голода. Занималась спортом 4 раза в неделю. Результат того стоил, за 14 дней я избавилась от 6 килограмм. Потом 2 килограмма вернулись, но это нормально. Это жидкость и перевариваемая в кишечнике пища. Катрина Белая, 21 год, диета далась с трудом. Продержалась только неделю, сбросив 2,5 килограмма. Постоянно чувствуется голод и усталость. На упражнение сил не оставалось, поэтому после работы только спала или отдыхала. Заключение пекинская капуста отличается высоким содержанием грубой клетчатки, которая практически не переваривается в организме. Благодаря пищевым волокнам голод отступает на 2-3 часа, несмотря на низкую калорийность продукта. В течение этого времени для восполнения энергозатрат расщепляются подкожные жировые отложения. Питательные вещества улучшают общее самочувствие, стабилизируют работу органов пищеварения и эндокринной системы, что важно на фоне скудного рациона. Белки в составе капусты поддерживают работу скелетной мускулатуры и препятствуют расщеплению мышц. Пекинская капуста – полезное свойство для похудения. Улучшитесь видео на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok